Мазары прошел рашистый сход, присвященный Дню работников культуры. А значит, профессийное свято в столице Гомельского полеса приехали около 400 представников Галины из всех районов в области. В рашистости наведали и наши корреспонденты. После 7-летнего капитального ремонта Мазарский драматичный театр имя Ивана Мележа снова начал принимать глядашоу и гостей. Именно так можно назвать участников областного свято работников культуры. Этот год был для них непростым и часто непредсказальным. Пандемия коронавируса унесла коррективы в работу всех установ Галины. От музычных школ где наученцы стали радейно ведать занятки до театров, яким пришлось отмовиться от гастролев артистов з інших краин. А про таго коррективы унесли и в репертуарные планы. Если куплено 10 билетов, понятное дело, что экономически нецелесообразно в данном случае проводить мероприятия. Поэтому скомпоновали так репертуар, чтобы он стал более разнообразным и ориентировались на самые популярные спектакли или концерты в меньшей степени. Это касается спектаклей, например, в драматическом театре. А вот библиотеки, наоборот, стали посещать больше и не только дети. Наверное, в связи с тем, что свободное время человек все равно должен как-то заполнять, и придя в библиотеку и взяв книгу, наверное, можно не только в интернете что-то почитать, но подержать ее в руках. У новых умовах установам культуры пришлось и шукать и новые формы работы. Сярудного увядения, дистанционное проведение конкурсов и фестивалей. Хоть и адасабистых встреч с насильством вы решили не отмавляться. Во-первых, в шаргу это тычется районных и сельских домов культуры. В рештее дистанционно повиншовать ветеранов, церганизовать вязковое свято нияк не отримается. Зритель у нас очень замечательный, потому что работники культуры у нас не просто отсиживают от звонка до звонка, а у них горит глаз. Понимаете, простой человек просто так в культуру работать не придет, тем более в Браинскую. И вот знаете, говоря об этих больших мероприятиях, я просто хочу заметить, что нас ждет и зритель на селе в отдаленных, малонаселенных и выселенных частичных деревнях. Вот небольшой пример. 13 октября на Дне Матери мы были в Рудне Журавлева. И если вы видите, как у этих людей горят глаза, они всей душой, и вот ради этого стоит работать. Хоть этот год для установки культуры Гомельщины отзначены не только новыми умовами работы. В области Метана Керавана реализуется программа по умыцованию региональных пляцовок. Об этом так само и для разговора на Урашистом Сходе. Ибо дай самый приемный момент у знагароджувания, заузорное выполнение службовых обовязков, высокий профессионализм и особистый уклад у развития Ліны. Дальше, в 2015 году Організація Объединенных Наций назвала культуру у якости одного из факторов устойливого развития краин. Выменовита культура, возношая самобытность нации и формируя яе самосвядомость. Уважаемые работники культуры, от всего нашего коллектива, от коллектива главного управления, от руководства Гомельского областного исполнительного комитета, примите искренние поздравления с этим замечательным днем. На самом деле, вы делаете очень важную работу, вы стоите у истоков сохранения того фундамента, на котором сегодня развивается наше общество, наша страна. Я желаю вам искренне крепкого здоровья, благополучия, успехов в ваших творческих начинаниях и самое главное, чтобы та команда творческих работников, работников нашей отрасли культуры всегда была сплоченным, дружным коллективом. У нас есть с вами возможность творить и самое главное, дарить свое искусство нашим любимым зрителям. Поэтому успехов вам, чтобы все у вас получалось.